всем доброе прекрасное белорусское утро снова погода радует хорошим днем солнечным днем да я уже сделал тренировочку и пора позавтракать смотрите жарю свои вчерашние эти нужно делала это подойти как бы это подлезть ой как мы сейчас вкусненько поедим позавтракаем я просто вся в предвкушении буду превращать потому что мне одной рукой неудобно смотрите это так вкусно это так божественно чтоб не готовил такие завтраки каждый день сама не приготовишь никто не приготовь я буду вкусненько завтракать всем приятного аппетита и здесь у меня еще стоят мои хризантемки да какой снятия нюхка господи четверг четверг я их когда покупала в субботу шесть дней уже стоят может пять дней стоят моя красивая эта открыточка все еще всем раз приятного аппетита всем привет мои хорошие у нас уже вечерей до 4 часа я сняла завтрак вот эти что блинчики я вчера делала мы ели и все а и перед блинчиками я сделала тренировку я читалась вам да я сегодня делала на пресс тренировку но такая интересная тренировка что я говорю я даже не вспотела то есть я все ждала что мы ляжем на пол будем качать пресс нет настолько грамотно составлен тренировка чтобы избежать диастаза то есть сдутие живота пресс качается стоя упражнениями пресс качается в планке упражнениями различными ну короче так было интересно такая не выжданная тренировка но мне понравилось мне понравилось мышцы пресса не болят кстати похудела на 200 грамм вставала на весы было семьдесят и один хорошо хорошо 70 100 через полтора часа встала на весы было 69 900 чтобы понимать этого веса я не видела 5 лет наверное ну да ладно точно 5 лет не видела это давно было в моей жизни как-то вот с приходом в Испании мою жизнь вес стал только расти и расти и расти и как мне получилось похудеть благодаря моей подписчице елене из минской земли сход все огромное вам спасибо она не сказала надо говорить не худею а стройнею чтобы понимали да я такая так я хочу по стройнеть плюс как бы я ходила по магазинам я уже понимала что даже в размер и я не мажу то есть он на мне уже ужасно смотрится впритык все вот это все эти складки выпирают думала что с этим срочно делать и вот так потихоньку потихоньку как бы вы видите я ем все я день переедаю и выпиваю не без этого но второй день вот эти два дня я ела этот вот щи мы варили то есть такая некалорийная пища да вечером даже не смотря то что я съела 5 блинов 5 с творогом блинов я не поправилась потому что я целый день двигалась потому что я взяла в город я готовила то все как бы не присела все и вес не набрала такая у меня замечательная диета то есть не есть такую сильную калорийную еду если конечно это какие-то булки пиццы и все вот это у меня вес сразу же растет вот я то наберу вот здесь сейчас килограмм два ну не два я набирала полтора вот за эти как бы пилки гулянки что я ходила до ночи полтора килограмма но потом за два дня я их скину запросто то есть как бы по сути это не мой вес мой вес уже был я когда жала из испании 70 с половиной и вот если я сейчас закрою рот что очень трудно сделать возможно что я тоже еще скину 5 килограмм но не прям сейчас но постепенно хочу вот довести дело до 65 килограмм так вот уже время обеда я голодная убирала сегодня мне должен вечером прийти священник досветить в квартиру и я как бы квартира казалось бы чистая ну я еще три часа убирала что я убираю не знаю но убирала 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 сейчас расскажу что я еще нашла в этой квартире но сначала я пообедаю смотрите наконец-то буду садиться кушать так у меня вкусный обед от доченьки картошечка в мундирах я ее наполовинку видите порезала укропчик сверху и это куриные эти рубленые котлетки вкуснота какая здесь моя любимая бывшая свекровь меня угостила такую капусту она мариновала видите интересно капуста этот перец морковка она у нас где-то стоит сегодня как рук не дадут мучать если она уже может и начала портиться скорее всего нет и вот теперь сюда наложила чуть-чуть так что все я буду вкусненько обедать всем приятного аппетита мне сегодня приснился такой странный вещи сон какой-то непонятный знаете как будто как бы я как на могиле у мамы он как бы не то что вот на кладбище как бы как такой аля гараж типа как там могила я как бы гребу песок землю сверху здесь по нормально здесь как так она похолоднее что ты короче землей гребла землю думаю проснулась ни в какие сны не верю это все было ночью стараюсь как говорят священники не верить нам что вы думаете стала убирать убрала все же в той комнате как бы в мамины все чисто шкаф заглянула сейчас покажу в тумбочку потому что хотел поменять навочки на диване как они там полтора года стоят эти навочки это их не меня думала поменять навочки еще нету навочек но постельная есть навочек нету башни может в коммете жалью с того с шкафа все повыкидывал от этой тумбочки нет и смотрю постельная в песке достаю как вот песок думаю может что-то немножко смотрю в углу такая же менее знаете черного черной земли изменяем так нормально что-то такое мистическое есть во всем этом я не знаю откуда там земля сама как бы стараюсь не пугаться если хорошо что придет священник светит в этой квартире не зря мне было как бы страшновато но как бы принципе у меня какие-то есть такие способности немного и мне иногда снятся вещи сны да но я стараюсь как бы не придавать им значение но если у нас бываются как бы там веришь не веришь и такое вот и вот с этой землей тоже думаю почему эта земля приснилась уже как бы сходила и в церковь несколько раз и помолилась и на кладбище съездил что еще что еще не так сейчас не это все там выгребла бы пылесосила помыла еще раз всю комнату пыль протерла помыла все полы короче трешняк осталось только вынести мусор да уже кстати без пяти шесть священник обещал прийти в 7 вечера да я уже короче посидела отвечал на ваши комментарии не собиралась стирать но в итоге опять у меня случился постирочный день люблю я постирать да я постирала покрывалась дивана мамины на очки и другую стирку поставила черная перекрутила быстренько но наши уже вещи и все мне сейчас осталось вынести мусор я хотела прогуляться еще немножко так подышать свежим воздухом чтобы не сидеть дома целый день а сейчас покажу что еще приготовила моя любимая дочь посмотрела что в куриторе очень плохой свет я еще вам такое рассказывала пришла снова на кухню вас веселить да и моя доченька уже собирается в город поехать тоже прогуляться я говорю ты останешься на освещение квартиры говорит навряд ли то вы короче поехала по магазинам да я буду одеваться и пойду тоже чуть-чуть прогуляюсь получается у меня есть запасе и вот такой яблочный пирожок испекла мая дочь я попросила чтобы за голок чаю вдруг захочет священнослужитель купить со мной чая такой пирожок яблочный конфетки да ты вкусный мы вчера съели по одной я съела чернослив а юлька ела вишня была одна единственная то вишня мне больше понравилась чем чернослив так что все жду гостей дом юлька моя собирается на выход так раз говорились я крутибе не грустно без меня и она мне отвечает нет ты не будешь у меня скучать буду скучать но не тот вопрос подождите мне так должно быть я умеешь как спросила а я вот у нее спросила а тебе не тебе хорошо одно и вот так не спросила я уехал очень хорошо но скучать будешь конечно буду потому что далеко живешь то есть выходные куда-то кратко моя надела теплые штаны так как бы это чтоб не свалиться эти ветры ветра нападала до колена тепло было да нам мерзлячка капец я вообще мерзлячка мне хоть хочется жить на тенерифе я спрошу хочешь глубине души на скажи хочу я жить или нет есть и да я очень хочу хочу погулять по городу то есть ты не можешь хотеть то чего не знаешь то есть ты там ни разу не было это мне было я тоже не знаю я хочу принципе жить я не могу ответить мне нужно поездить посмотреть города и группу где мне будет комфортно у меня была мечта же теплым климате у тебя ну и как бы я еще люблю испанию все вот это но я рассматривала испанию италию может быть францию а греция что отпускать тебя в город пойдешь одеваться все больше вечером подключить подключимся дает как оболтаем слушайте вот я блогер не догадалась снять пошла выкидывать мусор и заодно этот пылесос вытрихнуть и так трясла и что-то упал думаю что у меня упало фильтр упал правильно я его обычно дома вытряхиваю мусорку а тут как бы я уже убрала я не хотела мусорку трясти естественно и взяла с собой это как я уже давно этот пылесос не разбирала потому что у меня в испании другой пылесос я даже забыла что это фильтр я даже не знаю как его ну с трудом открыла и так тресла так треслась игру фильтр этот поролончик выпал мусорку благошно половина была мусорка но полная то я палками пыталась достать подковырнула и слава богу что не грязный был мусор там были эти спади картофельные те шкурки нормальные пакеты как всегда такой нормальным мусор ира поковырялась на мусорке через жизнь я слышал такие истории что люди выбрасывают там ключи нечаянно танки и документы из рук выпадают я еще все два как люди вот это вот как у них так получается тут у меня получилось поковыряться не мусорки до достала быстренько двумя одной подковырнула полка потом нашла вторую благо у нас это как раз были ветки люди рубили подковырнула вторую полку достала свой фильтр о горе блогер надо было заснять такой тоже я стараюсь вам такой знаете шок контент особо не снимать там где это некрасиво все таки я стараюсь чтобы была картинка красивая а не грязь кругу вот я уже потом предпочитаю рассказать об этом моменте чем снимать так что да сегодня поковырялась мусорки не очень приятное занятие скажу я вам еще так все это дело все чистое знаете помылась и иду по мусору ковыряться да вот такой сегодня опыт у меня случился все иду домой и заодно поснимаю наш красивый двор кстати уже намного темнее сколько наверно 27 уже темнеет на камере светло и вот такие у людей красивые цветы здесь хризантеме а эти цветы не так называть тоже такие осенние цветы вышла еще раз на улицу прогуляться минуток 15 так сказать туда сюда обратно просто поставить подышать свежим воздухом все и я постараюсь быть без 10 7 дом а еще где-то на 35 минут без десяти что переодеться уже ждать холстей у хату у хата хата кстати по белорусски на рыба украинский это дом узнали хата по-испански будет касса касса это будет дом как раз вышла на эту вот трассу скоростную дорогу наш витам трапце и петель эти светофоры фонарей посветлее стал есть нас сейчас поэт машины что это сказать что на улице довольно таки тепло между что намного прохладнее но нет нормально и про эту мебель мамкину в ее комнате мы стрелы были убрасывать со временем ну пока до этого не дошли еще разобрать может выставить например тумбочку целиком выставить посмотреть старые там тумбочки у нас стоит ремонт зеркала надо разобрать и на доске я если честно думал что юля уже все по выбрасывала она все сгрузила это я чувствую по выкидывал там ковре на это вот слетила что-то там еще ну короче такой я вас убирала одежду не одежда одежда она выкинула еще в самом начале а я вот сейчас этого дособирала там какие-то салфетки вот это постельность не выкинули старые потихонечку избавляемся от всего этого старого но сегодня пришла и похвалила меня слова мама как здесь чисто я пришла и заглянула в каждую дырку конечно будет чисто такая мама молодец но дочь не было на кухне дежурная по квартире что моя доня наши гости ушли поселили попили чаю это пирожок нам еще принесли осветили квартиру да все как надо и это и мы проголодались 11 вечера хочется жутко есть жор у нас ночной с Юлькой и мы решили ударить по салату да чтоб не наедаться чтоб не поправляться будем есть вкусный салат сейчас покажу я пока молодую посуду Юлька сделала салат да он очень вкусный и полезный сидели ели такую вреднячину какую-то или какие-то купила это наподобие как с кукурузы такие хлебцы со вкусом бекона сидели ели вот и я сказала давай что поедим нормально то сделали салат это Юля что зеленая листья салата или что это другое листья салата короче просто салат был такой интересный шпинат ну вот я же говорю шпинат шпинат огурец помидор подливка в масло все мы будем вкусно ужинать всем приятного аппетита все и буду посещать сами хорошие потому что надо будет садиться надевать лоб выйдет задержка не выйдет задержка потому что уже 11 10 пока поедим потом и спать уже пора да оксидаторами на милирование наконец-то приведу себя в порядок да и мы еще собирались с Юлей куда-то сходить но ужина может и не пойдем потому что позвонили что привезут матрас с 12 до 2 месяц везде везли именно в тот день когда мы куда-то собрались они решили привезти матрас такая история себе все хорошо буду сейчас с вами всем большое спасибо что были вместе со мной что досмотрели от влог до конца что мне поддерживайте меня своими лайками и комментариями что даете очень нужные советы как всегда потрясите всех обнимаю и целую всем желать хорошего до скорых встреч пока пока